Все родители переживают за своих детей. Мама и папа особенно волнуются, когда их малыши совершают первые самостоятельные шаги. Эта трогательная история произошла в семье Бернсонов. У мамы Алексы растёт очень необычный ребёнок. 7-летний Лэндон болеет функциональным аутизмом, который выражается в наличии сильных реакций на вещи, которые для обычных детей не являются чем-то раздражающим или неприятным. Например, ребёнок может бояться громких звуков, большого скопления людей, тесного контакта с кем-то, например, объятий. Аутисты делают только то, что считают правильным сами, что очень усложняет коммуникации с такими детьми. Их бывает очень сложно в чём-то переубедить или заставить что-то совершить. Именно с такой ситуацией столкнулась мама Лэндона. Дело в том, что отец необычного мальчика живёт далеко от семьи, в Орегоне. Дом Олексы сыном, в свою очередь, находится в Лас-Вегасе. И вот однажды Лэндон решил, что просто обязан увидеть отца. Мальчик не хотел слышать отказа, он был уверен, что должен поступить именно так. Олекса знала своего сына, поэтому понимала, что ей придётся придумать какой-то план, чтобы доставить мальчика к отцу. При этом у неё не было возможности лететь вместе с ребёнком. Что делать в такой ситуации? Лэндон твёрдо решил навестить отца, но мальчик страдает аутизмом. Как отправить его в Орегон из Лас-Вегаса? В США очень распространены перелёты внутри страны, но расстояние между городами очень большое, мальчику нужно было лететь несколько часов. Олекса с ужасом думала о том, как её ребёнок перенесёт такое путешествие. Лэндон же продолжал постоянно спрашивать, когда он сможет увидеть отца. В итоге Олекса сдалась. Она решила отправить своего мальчика-аутиста одного на самолёте к своему папе. Конечно, мать сильно переживала за своего ребёнка, но не могла ему отказать. Женщина понимала, что Лэндон будет просить её об этом каждый день до тех пор, пока Олекса не согласится осуществить мечту сына. Мальчик же ни минуты не сомневался в правильности своего решения. Он был совершенно спокоен, с нетерпением ждал полёта к отцу. Олекса с ужасом думала о том, что её ребёнку предстоит сидеть в переполненном людьми самолёте, ощущать тряску, перепады давления. Совершенно непонятно, как ребёнок мог отреагировать на стресс. При этом рядом с ним не будет близкого человека, который успокоит, поддержит, отвлечёт. Чтобы как-то облегчить полёт, Олекса решила написать необычную записку. Мама попросила сына передать письмо тому, кто будет сидеть с ним рядом в самолёте. На листе бумаги было написано «Привет, это Лэндон. Ему 7 лет, и он впервые летает в одиночку. У него функциональный аутизм, то есть он очень умный и любящий, но склонен к эмоциям, когда напуган. Может стать гиперактивным. Он может спросить вас, мы уже прилетели? Если бы вы могли помочь ему почувствовать себя комфортно и безопасно, я была бы бесконечно вам благодарна». Сначала он может испугаться, но у него есть игры и закуски. Меня зовут Олекса, мама. И если вы услышите в полёте что-то, что мне следует знать, пожалуйста, напишите или позвоните мне. Эти 100 долларов тебе, спасибо и приятного полёта. К счастью, полёт прошёл нормально. В аэропорту Лэндона встретил отец, который позаботился о сыне. Через некоторое время смелый мальчик опять совершил самостоятельный полёт, чтобы вернуться домой. Когда Лэндон встретил маму, он передал ей записку, которая тронула женщину до глубины души. В ней было сказано. «Алекса, меня зовут Бен. Я был соседом Лэндона во время его полёта в Орегон. Он несколько раз спрашивал, были ли мы в этом месте. Он был хорошим попутчиком. Мы здорово поиграли в камень-ножницы-бумага. Он хороший парень, а ты счастливая мама. Я ценю твои 100 долларов, но в этом не было необходимости. Я пожертвовал деньги AutismSoshity.org в честь Лэндона. Я желаю вам хорошего дня. Мама была совершенно счастлива. Она даже не надеялась, что незнакомые люди могут совершенно бескорыстно позаботиться о её необычном ребёнке. Такие истории по-настоящему радуют и вдохновляют. Прекрасно знать, что в этом мире есть альтруисты, способные помочь незнакомцу, который в этом нуждается. Отдельно стоит отметить находчивость Алексы, которая не просто отпустила сына, но и предприняла правильные шаги, чтобы сделать его путешествие максимально комфортным.